не гитарная будет видео ну сниму гитарная сразу после этого это выпущу у вас утром а гитарная вечером мне на стримах писали подписчик не пишет практически все время но мне каждый день что пишет но время от времени он не пишет вот такие вот не пишет а видосы там всякие скидывать делать это все нахожу такие я никогда не наткнулся но это все связано с темой с темой войны понятно с темой того что мы о чем мы с вами последние два уже больше двух лет обсуждаем я вам еще до начала до 20 до 24 февраля 22 года я вам говорю что россия проиграет военном смысле в политическом в экономическом и в демографическом смысле это говорил и понятно уже сейчас это все рассказывают но я наткнулся и нарыл так сказать вот такую проблему то есть знаете есть проблема отцов и детей а в россии есть проблема женского и мужского полов вот тут вот это вот и причем проблема обсуждается обоими сторонами вот это видео она выложена на каком-то мужское движение короче канал то есть там обсуждают это там борются с тем как ну с чайками все откуда я вообще это слово узнал да это те которые тарелочницы которые ходят на свидание только чтобы пожрать а те там обсуждают нищебродов которые не могут за девушку заплатить там которые не могут содержать там которые не могут дарить подарки то там и так далее и но мы там и все подведем эту я просто хочу тут баба вроде бы как умная говорит вещи но скорее всего это популизм просто там начиталась карнеги как какого-нибудь или я не знаю ну говорит она умные вещи но вот по некоторым из этих вещей давайте я как раз вот я ее буду тормозить и буду ту мысль которая мне пришла связана с демографией совсем будем ее развивать баба тоже вроде как начиталась там всех этих корнеги там чего она может пересказывает просто кого-то но по ней видно тоже губы накачала все те вещи которые я допустим могут совсем не понимаю вот тут ты хоть ты три у меня мы служили вместе тоже русскоязычная служили вместе год были в школе переводчиков там и так далее тоже военная тоже пошла сделал вот это вот все но она видно там в этой всей системе русскоязычной и сразу думаешь ну поменялось да вроде бы как все вот это вот но совсем не туда и не в ту сторону вот я не знаю подписчик опять что-то прислал я точно знаю это он не ну если если там там третье вот ее третий раз она появляется в третьем кусочке вот там надо посмотреть ну если да если кто-то если девушка гнобит как она уничтожает мужчину даже него ну это просто глупо понятно что ну как ты также ну я не знаю как как можно да тогда создавать еще и тем более семью если там идет гнобление двухсторонние односторонние какая разница это независимо от того женщина гнобит мужчину мужчина гнобит женщину там это бред тут это я несколько видео посмотрел вот этих вот девок которые говорят что мужик уже не тот пошел в россии то есть они уже не тратят ресторанах там они хотят короче уже как бы там одни короче быть ну и вот этот канал он там говорит вот мы добились но это не они добились это это демографическая ситуация в россии которая да все вот эти вот чайки тарелочницы и так далее они будут будут скатываться и скатываться и скатываться потому что ну те у кого есть деньги те у кого есть да там во первых и так мужиков малом россии а те у кого деньги есть еще сейчас в экономической опять же послевоенной вот этой всей ситуации их будет еще меньше а те у кого деньги хоть как-то и остались ну кто на войну сходил того может на и нет или яйцо оторвало то есть там надо компромисс находить какой-то до 3 дойдет это популистские вещи она где-то вычитывал опять же в шубе в этом во всем ну то есть видно что она ходит по салонам он брови у нее там на на это самое нарезанные там и так далее там челка у нее на стрижена если это не парик и так далее но все равно вот и она это все рассказывают как мужику надо вот женщина то и вот эта российская фишка такая я буду для него просто красивая он там может а он меня короче пусть содержит там кормит и так далее ну это тоже не так ну это хорошо до сходить купить шубу там я не знаю ну для меня шуба это бред полнейший понятно это это российская это чисто вот это вот постсоветская такая вещь которую я не понимаю я абсолютно у меня две шиншиллы живут и никогда в жизни я не куплю шиншилла вышел и вообще это бред просто ну я я их не вижу вообще не вокруг меня нет никого кто в шубах у это если кого-то и увижу это будет черный какой-нибудь сутенев это это так это будет будет фотографировать на будет ну это опять культурные вещи я не это ну просто вот то что до потратить допустим вот эти губы вот эти ресницы вот эти вот все 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 вещи это ну даже даже в нормальной семье в нормальном этом где нормальный есть доход в семье и так далее это все будет ну допустим я не знаю сколько 100 долларов 100 долларов это мужик может сказать я тебе такую люблю ну а пока она там пока она может рыбачить еще за мужиками да она хочет прикрыть приукраситься и так далее но это тоже тоже как-то влиять будет типа от ну все она-то будет поедине тратить на вот это все то есть это я не знаю эта фишка наверно русскоязычная такая российская можно даже так сказать фишка красиво выглядит это конечно хорошо но когда ну когда это вот каждый день вот она в каждом видео она меняется и рассказывают эти вещи где она какие-то вычитала на то 3 3 видео ждем они те же самые люди они имеют сердце они имеют чувства они имеют слезы понимать но они это все держит в себе если твой мужик тебе говорит что ты его задрала понимаешь прямом смысле значит мозгами шевели он не шутит он сегодня терпит завтра терпит ну это от мужиков тоже зависит то есть я знаю вот так чуваков которые там типа тоже 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 еще тоже оставляют свои варианты открытыми это это делает много женщин это делают многие мужики то есть все пробуют все про этом типа да там ну я вот все равно все равно еще надо учета попробовать надо посмотреть там и так далее а то нет и меня задрал это это не то что она говорит она говорит о каких-то может она немножко немножко с каким-то примесями может горскими там я не знаю у них там мусульманском мире может что-то такое на даме если там конечно мужу говорю тут и меня задрал это она какого-то идеального такого мужика вырисовала я не знаю ну ну ладно до 3 это чаша терпения просто налог и ты пойдешь на не акцент дачу и слезы не помогут потому что он тебя предупреждал а ты как бы играла на манерах понимаешь ты привыкла что тебе все с рук сходит но нихера подобно он бросить тебя а ты будешь сидеть потом его винить он плохой секунд они он это ты меня уже на цыганка вот это вот это да видео и это не одно там их много кстати на вот этом канале там много вот этих женщин которых он выставляет которые жалуются как мужика но это я к этому хорошо и опять же она почему-то вот с какой она баба разговаривает которая каждый день будет пилить выносить мозг ну понятно что никто не будет каждый день вы пилить и выносить мозг ну даже даже если это полный чувак который ну полная какая-то подстилка я не знаю тоже начнет ховаться сортире запираться ну каждый день ну как какой-то она сценарий нарисует такой какой-то непонятный такой супер супер мужик и такая супер склочная какая-то баба ну она играет видно на на популизме может даже на мужскую аудиторию вот это она сказала с мужиками сейчас как бы туго на работу пахать думать как бы тебе холодильник заполнить такой дури понимаешь зачем она ему надо у него своего поноса на работе понимаешь хватает еще ты будешь ему на голову присаживаться и что-то делать зачем он просто подумает подумать что ему в принципе одному то лучше не надо ни на что тратиться не надо никого содержать покупать одевать и тогда не думай вообще а вас если он может нормально заработать денег одеть себя понимаешь и пойти гулять и вот стой с кем ему по кайфу вот сегодня с ней по кайфу по кайфу завтра блин разошелся другую нашел и не переживать как же тебе угодить а тебе угождая не угождая все равно будет дерьмо в твоих глазах потому что девочки сейчас просто охерели они перестали ценить то что имеется а надо ценить тут ее он целая куча этих инстаграмов ну это какие-то домостроевский опять же начиталась там домострой там и корнеги не знаю ну то нет не про это мужиков мужиков будет очень мало для для российских женщин ну то есть конкретно мало их уже там не хватает мужиков с бабками там будет еще меньше потому что начнется экономическая ситуация начнет ухудшаться сейчас экономика там россии еще держится за счет военной промышленности и так далее но они вернутся они будут из десяти вернувшихся ну половина сопьется это я так и не хочу чтобы сравнивали там с афганской войной там опять же это были они вернулись там нехватка денег было в рэки там многие скололись я по своим знаю я просто вот говорю вам по по своим сослуживцам которые вернулись из рака там и так далее многие у их уже и нет кстати то есть могу назвать сейчас четко троих которые именно с бухлом один там таблетки и бухло другой просто что-то бухал 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 плохо стало пошел военный госпиталь короче пока пока он туда заходил все просто упал и сказал типа на его нафиг другой просто тоже сгорел как говорится там многие сейчас вроде бы как вылазят там они в рехабах там в этих всех делах там некоторые суициды ну короче вот за вот эти вот сколько я меньше десяти лет прошло но человек 10 человек 10 кто вернулся их уже нет то есть из нашего батальона ну кого я знал там то есть не из нашей части из нашей части именно то есть там стучат 120 где-то так человек я знаю но один точно это таблетки и бухлон кстати был моим а мы с ним вместе рядом жили в комнате наш общий был туалет а комнаты были разные и один с другой части тоже мой кореш тоже которого нет а так из батальона там человек 10 можно насчитать но это америка это америка где опять же я лично сразу как только пришел меня сразу там назначили психотерапевтов всяких там по 5sd и так далее там медикаменты все это бесплатно и понятно тоже по 5sd по всем этим делам все это есть для всех чуваков это тоже на каждом углу есть рехабы есть клиники короче все что хочешь то есть не только связанные именно с министерством обороны да ну то есть диоди по нашему любые другие то есть ты можешь как ветеран в любую там зайти ну не самую какую-нибудь там частную или так далее и тебе ветеранский ветеранские органе как она называется администрация ветеранская платит это то есть ты главное только дойти туда и и все равно все равно многие уходят многие спиваются там и так далее это ну война если на тех кто вернуться вот стоим мясорубки которая сейчас происходит в украине то там ну там будет жопа то есть там будет жопа и понятно что мужики которых она сейчас описывает да это такой который на заводе где-то работает молчит мало пьет и главное чтоб не бил такие мужики будет для них еще считаться как бы золотом а вот эти вот все понты которые двухтысячных у них нарисовались там ну то есть там московские тому же чуваки начали ходить пальцы там веером там и так далее даже могли себе позволить купить там два гипсона там глаз пола или когда это все будет проходить но начинается вот такой вот сейчас у них передел то есть те еще воюют да вот то есть тарелочницы и чайки и так далее они все еще хотят чтобы за ними ходили ухаживали там и так далее так далее то есть они не хотят приземляться и опускать себя на уровень вот что ну все вам путин сказал вам надо рожать потому что у нас демография херово они они будут ходить и искать принца доступ было с деньгами что было на мерседесе там и так далее там я даже несколько видео смотрел как чувак снимает на камеру как он их типа как он на свидании там что-то по интернету познакомился они садятся потом он ей снимает как она таковой да что ты нищеброд я не хочу ну короче так вот тоже это это все как бы немножко такого в аналитический вот это демографические все это складывается в россии но вот вот эти вот вещи они интересны и мужики с другой стороны тоже они начинают типа нахрена мне нужны вот эти чайки там мне нужно чтобы меня сразу любила только за то какой я есть они за там то столько за сколько у меня денег денег там и так далее ну тоже не ошибаются когда они придут с войны там их не будут любить за то кем они вернутся сто процентов это я говорю от чистого от чистого сердца и понимания этой всей ситуации опять же зная зная всех моих чуваков зная себя зная 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 все это вот уже десять лет это так сказать через себя пропуская и обдумывая самый самый первый самый первый симптом ptsd знаете какой самый первый это не кошмары это ну там это это все частично опять же они могут называться не кошмарами они просто это не кошмар это просто реалистичные там сны там и так далее это может быть там зависит от того на каких-то еще таблетках сидишь тоже от 5 с дина самый первый симптом 5 с д он у нас называется короткий фитиль то есть у тебя у тебя вот это состояние от полностью спокоен до 100 километров в час она абсолютно абсолютно мизерная и вот она риту чувак какой-то будет сидеть там и терпеть там терпеть равно скажут все ты меня задрала не такого не будет тех кто вернуться у них не будет у них будет вот там буквально минут 10 между там привет привет там да как на работе дела то вот нормально чуть такая грустная да так просто отстанет меня что-то мысли отстань а только с работы пришло от этого буквально 10 минут будет проходить до того что она будет или мертвая лежать или звонить полицию или или он будет бегать мотаться там крушить короче все вокруг смотря какой с башкой дружить сильнее или нет то есть это обязательно будет и они этого еще не понимают кстати это будет украинских военных тоже это я надеюсь там там это все тоже учитывает но я просто говорю и кстати учитывают и женщины украинские тоже что там сильно не надо расслабляться будет именно что знаете там тоже искать принцев на белых мерседесах и так далее ну опять же если украина будет быстрее чем дольше идти в европу там это все будет конечно с этими симптомами послевоенными симптомами я имею не каждого индивидуального солдата страны в целом будет быстрее справляться понятно в россии это все просто вот будет в водке заквашиваться и там как-то ну там там буду я вот не в коем случае я даже даже не знаю как там это все посмотреть но вот эти вот вещи вот я я по ним смотрю как сейчас вот уже даже начинают меняться знаете что давайте в конце видео все-таки поставлю это видео и вот хотя это чувак говорит это это мы там типа мы сделали это давайте я выведу это все хрен с ним сделал рекламу но это канал дурной я его тоже не советую тут тоже такое как знаете истеричная только наоборот то есть здесь мужики сидят и стерят для одену не чавкой сейчас я гляну я у меня на айпаде взлетал этот видос ну ладно все равно тех кто из вас до этого момента досмотрел вы еще чуть-чуть подождите правильно как ноют не крик души или как ноют пехи и гильзы понятия не имею что такое пехи и что такое гильзы но я в их вот это она она это она или не она она коротенькая на три минуты когда-то они были щедрые и классные а сейчас время настолько изменилось и получается что щедрый мужчина тебе начинает предъявлять такое количество претензий что ты понимаешь ты не хочешь этого щедрого вообще не будет хочется перехочется перетерпится это какая-то херня я недавно заметила что мужчин появился новый тренд они искренне гордятся тем что они нищеброды еще мудряются предъявлять какие-то требования к женщинам и устраивать дебильные проверки на степени в меркантильности куда вот это из серии там истинная настоящая женщина меня полюбит таким какой я есть но на минуточку если мужчина нищеброд он во-первых тупой потому что сейчас можно делать деньги из воздуха и он не придумал как это провернуть это плохие мысли у них надо надо сбрасывать у женщин из россии мысли эти что они могут в россии делать деньги из воздуха это ну нет это и будет еще хуже это козе понятно потому что там сейчас там сейчас экономика будет реализоваться во вторых он просто слабак всегда можно пойти на стройку не знаю грузчиком работать те кто вернутся с войны пойдут на стройку скорее всего их там не возьмут потому что уже места на стройке будут как их там таджиками и так далее узбеками все это будет уже схвачено захвачено там буду говорить ради приличия да мы все берем ну как он пойдет на стройку если там 19 19 приезжих да и там и он один ну он просто не смотрит я работал до армии на мойке но там было 19 мексиканцев и я один но там было нормально но все равно я их не понимал мойка это мойка вот это на войну в конце концов то есть вообще не понимает она думает что на войну он сходил он получил там сколько он на войне может в россии получить ну ну пусть 20 тысяч долларов это я так это я ищу щедро им что-то даю не но если они подвину в вид тысячи получают месяц это если им их платят а потом потом 10 месяцев там на 20000 но этот чисто скопный бусилан 20000 будем щедры 20000 куда и эти она думает что он 20000 эти будет тратить на нее все они там чтобы купить какую-то хату чтоб хоть как-то там на на всю жизнь на то есть чтобы эта война она не было пропитая просто-то там за за первые три месяца возвращения что возможно вполне и мужчины предпочитают сидеть на диване и одной рукой держаться за мамину юбку а другой за песен но это на образно потому что я не думаю что это можно себе представить есть проблемы с головой причем очень очень серьезные которые нужно срочно лечить вот вот это да вот это видео ну вот эта девушка она до нее дойдет когда-нибудь ну да не когда-нибудь найдет в россии там уже все нормальные мужики будут все уже давным-давно там раз расхватанные да она будет это сидеть и ждать такого чтобы был и это будет все хуже и хуже то есть демографическая ситуация будет там все хуже и хуже а сейчас вот в субботу посмотрим как там голосование в конгрессе выйдет там говорят атакамцы они вроде уже полетели там куда-то на вертолетные склады ну посмотрим короче ладно давайте такое видео вам на утречка а сейчас магитарное видео запишем